друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки текущую неделю мы начинаем довольно таки неплохо с сохраняющегося давления на бакс после того как индекс доллара пытался предпринять попытку улететь выше 91 50 в игру вступила американская статистика по рынку труда и расставила все на свои места то есть для тех из вас друзья кто поверил в быстрый рост американской экономики я ранее предупреждал что нужно смотреть на основные макроэкономические индикаторы которые говорят об обратном вот пожалуйста рынок труда сша это лахмусовая бумажка того что все-таки на стопе еще находится экономика сша количество новых рабочих мест 49 тысяч ну конечно же со знаком плюс но это все равно смешной показатель учитывая насколько сейчас должен быть значительным роста по этому сектору потому что ведь экономика отходит от последствий к вида если вы помните друзья в конце двадцатого года и на начало двадцать первого года оптимисты прогнозировали что американская экономика будет создавать по 300 по 400 тысяч новых рабочих мест легко и обязательно я в этом сомневался сейчас мы видим по цифрам что я был прав доллар снижается также на перспективах дополнительного бюджетного стимулирования в штатах и здесь есть новости я хочу порадовать всех кто держит вместе со мной шорт по баксу и верит понимает системные причины почему доллар должен слабеть во первых бюджетные стимула они уже не за горами палата представителей проголосовала по бюджету это еще не большой шаг в сторону одобрения на больших масштабных мер экономической поддержки также хочу отметить что байден а в пятницу после фактически недели диалога с республиканцами подтвердил что может быть в каком-то вопросе будут уступки но эти уступки не будут касаться скорее всего финальной цифры по реальному показателю экономической помощи я наверное как и любой нормальный человек этот комментарий интерпретировал проанализировал как то что мы можем по-прежнему рассчитывать и ожидать двух триллионные пакета государственной помощи как только решение будет принято вот тогда те тренды которые ранее ожидали с нами еще с начала 21 года потому что вроде бы как байда но действительно обещал что как только он займет овальный кабинет это решение будет по фискальной поддержке принято но вот республиканцы по-прежнему вставляют палки в колеса но все равно их сомнениях удастся побороть потому что даже пятничный отчет по состоянию американского рынка труда стал доказательством именно нужды штатов в серьезные порции дополнительной ликвидности очень много проблем снова вскрылась и эти проблемы нужно лечить нужно заливать деньгами потому что более действенного средства на рынке по-прежнему нет еще один фактор в пользу снижения курса доллара это рост инфляционных ожиданий которые в 5 достигли максимальных значений с четырнадцатого года фактически сейчас трейдеры ожидать что в перспективе двух лет инфляция может вырасти за два с половиной процента это логично на рост инфляционных ожиданий как раз отражает именно скорых притока серьезной порции ликвидности на внутренний рынок то есть соответствие с пакетом государственной помощи действительно денежная масса увеличится на 2 триллиона и как я и отмечал в конце прошлого года может быть друзья это будет не последний шаг в попытках на простимулировать экономический рост и в середине 21 года либо ближе к концу будет еще один транш ликвидности который станет еще одним фактором поддержки для американской экономики но к сожалению или к счастью не знаю экономические параллели обычная логика указывает то что при таких масштабных стимулирующих мерах и проведения мягкой монетарной политики национальная валюта не может друзья крепчать потому что мягкая монетарная политика она ассоциируется с низкими процентными ставками с низкими показателями доходности американских облигаций при которых не может бакс расти я любой доступный способ который у меня есть в своих статьях в брифингах я стараюсь друзья донести до вас вот эти системные посылы чтобы вы осознали что долгосрочных причин для доллара по-прежнему для роста доллара по-прежнему нет поэтому продолжаем рассчитывать на снижение американца 91 03 это сейчас котировки ждем теста поддержки 90 пунктов и еще более глубокой коррекции как и отмечалось уже давно 21 год скорее всего это года тотальной слабости бакса золото 1814 я думаю что рост продолжится и вообще рекомендую золото только рассматривать с позиции покупок потому что золото это страховка от инфляции только что я привел вам исчерпывающие на мой взгляд доказательства того что закладываться под инфляцию сейчас подрост инфляции необходимо и рост инфляционных ожиданий в процессе развития событий в двадцать первом году в двадцать втором из-за экономических стимулов и их последствий приведет к тому что золото может оказаться одним из самых востребованных финансовых инструментов черное золото 59 95 наша цель 60 долларов по бренду после чего фиксируем друзья длинные позиции золото черное радует нас нефть действительно принесла очень хорошую прибыль за последние сессии только за на минувшую неделю золото нефти выросла бренды добытия больше чем на 10 процентов рост нефти это следствие роста фондовых рынков это следствие встречи технического комитета опек плюс который показал что действительно весь энергетический сектор остается под защитой участников энергетического пакта сделки опека плюс по сокращению нефти добычи напомню что страна опек плюс выполнили в прошлом месяце обязательства практически на сто процентов а если мы вспомним что с 1 февраля этого года садовская аравия дополнительно планирует и обязуется снизить добычу еще на 1 миллион баррелей я думаю что пока что у нас все условия для того чтобы смотреть позитивно на потенциальный рост котировок нефти но не забывайте друзья что мы стали покупать нефть давно впереди уровень 60 долларов за баррель это серьезный психологический рубеж и нужно наверное быть адекватным и уже после этого уровня с некоторым сомнением и долей скепсиса смотреть на то что это ралли может быть продолжена вот так вот без какого-либо коррекционного отката я советую не искушать судьбу будет 60 выходим из сделок найдем дальше оптимальные точки входа и вот как раз коррекцию нефти а после 60 я думаю мы сможем с вами использовать в другой нашей сделки доллар канадец покупка сейчас котировки 1 27 62 данные по рынку труда в пятницу на по канаде разочаровали мы как и ожидали серьезный спад по количеству новых рабочих мест уровень безработицы вырос с 8 8 до 9 4 процентов но если бы не рост цен на нефть друзья было бы уже назначение 1 30 сейчас компенсируется слабая а статистика ростом цен на нет для этой валютной пары но если мы дождемся коррекцию по бренду после теста 60 то вкупе со слабой статистике по рынке труда канады будут все условия чтобы обеспечить ралли в район отметки 130 а bitcoin 38672 я после того как на выходных реально тестировали а 40000 друзья показался вне рынка это значение было подтверждением выполнены ралли цели и соответственно сейчас я буду дождаться повторной коррекции в район от 30000 если такой уровень будет и соответственно опробовать в очередной раз от купить оттуда в расчете на продолжение ралли американский фондовый рынок 3896 пунктов до цели в 4000 пунктов остается совсем рукой подать я думаю что она не за горами ранее когда я вам анонсировал эти целевые ожидания нужно было пройти очень большую дистанцию большой путь сейчас совсем символичный и охота в как раз эти 100 пунктов которые я озвучил надеюсь друзья то что вы прислушались к моей рекомендации вместе со мной покупали американскую фонду и сейчас с очень хорошим профитом евро против доллара 120 41 выше мы а теперь уровне 120 тоже как и ожидалось ниже мы не пошли друзья дальше я думаю будет только рост потому что уже сейчас видно что доллар начинают потихоньку распродавать и чем быстрее на рынок при это решение новых бюджетных стимулов тем серьезнее будет последующая коррекция по баксу и роста по рисковым инструментом фунт против доллара здесь лонг с целями 14141 большое спасибо мягкой позиции точнее жесткой позиции банка англии я думаю что мы можем так сказать потому что банк англии открестился от отрицательных процентных ставок улучшил перспективы по экономическому росту отметив что к середине этого года уже будут достигнуты до пандемичные значения и как вы друзья помните из-за ожиданий я положительного эффекта от массовой компании по вакцинации в англии у правительства англии будет возможность начать снимать общенациональный карантин уже в первых числах марта это конечно же сейчас толкает фунт вверх к новым многомесячным максимум я думаю что по этому тренду нужно работать и ждать значения уже отметил выше отметки 140 на этом собственно все хорошего вам торговой недели всем пока